Добрый-добрый-добрый вечер. Вот мы и вернулись после затяжной паузы. Пауза затяжная была всего на два дня, но я успел соскучиться по данному делу. Надеюсь, кто-то из вас тоже. Ну что, у нас играет команда Power Rangers против Балкан Бирскорлеоне. На данном этапе Power Rangers находятся относительно далеко от лидерства в турнирной таблице, но, собственно, это не мешает им оставаться хорошей командой и побороться против Медведей. Чуть попозже таблицу вам выведу на экран. Ну, это по-прежнему студия игрокам ТВ, у микрофона по-прежнему друг, и мы по-прежнему стримим Джоун Дота и MLG Pro League. Первый сезон, групповая стадия и европейская группа А. На данный момент в пике у команды Power Rangers уже имеется Шейкер, Бэтрайдер, Квин оф Пейн и Джаггернаут. Со стороны команды BBC, Леон, SF, Клокверк и Рубик. У балканцев последний пик. По линиям, в общем-то, комплектация имеется. Осталось выбрать какого-то керри в легкую. В принципе, сложная в виде Клокверка. Все обычно, все нормально. И Рубик с Леоном будут саппортить того, кого пятым пиком возьмет команда BBC. Ну, SF, разумеется, пойдет на мид, куда же вообще им удиваться. Бэтрайдер у Power Rangers наверняка отправится в сложную. Клопа мид. Джаггернаут с Шейкером будут фармить. Ну, еще один саппорт не обходи. Забанили Скайросмага Медведя. Ну и забанили Сларка в роли керри игроки команды Power Rangers. На данном этапе осталось, осталось, ну, всего ничего. Минута времени осталась у Балкан Бирскорлеоны и полторы минуты у ПРов. Давайте пока расскажу вам, что там у нас по турнирной таблице. Чуть позже покажу, а пока просто, чтобы не рушить пик. А вот и Мипа для Балкан Бирскорлеоны. Все прекрасно. Взяли Мипа пятым пиком. Ну, все, игра уже интересная. Игра, по-моему, роскошная готовится. Ну и Дезраптор с саппортом для команды ПР тоже, в общем-то, относительный контур всему, что имеется на карте на данный момент. Разумеется, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Речь идет о масс Сайленсе, плюс ульта, плюс хоть как-то где-то разломать стройные ряды команды Балкан Бирскорлеоны. Кинетик Филдом Дезраптор, по-моему, просто великолепно для ПРов зайдет. По табличке. Давайте, наверное, в принципе, и посмотрим на таблицу, пока у нас игроки разбирают своих персонажей. По таблице, собственно. Балкан Бирскорлеон. Четыре игры сыграли. Две победы, две ничиши. У ПРов четыре сыгранной игры и всего одна победа, одна ничья и два поражения. ПРы кое-как три поинта насуетили. Ну, видите, прекрасно, что по играм не так уж и много у ПРов. Сейчас сделано. Есть команды, которые поболее сыграли матчи. Ну, в принципе, уже что-то можно было по турнирной таблице понять. Пока что ПРы явно не на высоте. Ну и BBC тоже не особенно на высоте. Тут всех наказывают Hellraiser. Что, давайте вернемся непосредственно к матчу. В общем-то, игра уже началась по персонажам. Кто на ком играет. Сразу разбираемся. И обзор у нас играет на Рубике. Массакари будет отыгрывать на Клокверке. Миракл играет на Эсефи. W33 на Мипо. И Леви отыгрывает на Леоне. Со стороны ПРов. Чеширский кот. Офлэйм Бэтрайдер. Дитяра на Джаггернауте. Формящий топ. Санейка на Дезрапторе. Тут, скорее всего, будет саппортинг Джаггернаута на топе. Ну и J4 на Шейкере. И U4X играет на Квапе. С одним стендином ПРы. Ну и, разумеется, с одним стендином игроки команды BBC. В общем-то, большая часть в стройных рядах. Там, кстати, по новостям. Секундочку. Секундочку, секундочку. Вот. Небольшие изменения. Все, в принципе, готово. По новостям, там такое в мире доты происходило за последнее время, что просто ужас. Все команды... Не все, но многие известные команды поменяли составы. У Na'Vi укомплектовался полный пятичеловековый состав. Забрали Фобоса из Asus Polar. Кстати, Na'Vi там вроде с Empire сейчас катают одновременно с нами. Ну и так идти туда нет смысла. Нас так немного. Я думаю, Na'Vi Empire большинство сейчас и смотрит. Ну, у нас свой турнир обязаны стримить. Ну и, понятное дело, что обязаны стримить максимально хорошо. Также Xiao8 у нас покинул ряды команды Nubi. Перешел в LGD. Ну и из Nubi ушел Hau. Hau теперь будет играть за команду Vichy Gaming. Потому что Vichy Gaming изгнали из своих рядов Black. А Black у нас отправился в Team Tinker. Короче, такие изменения, такой, как колода карт игроки туда-сюда переходят. Ну, это, в принципе, и по СНГ, Доте, и по китайской. Все это знают, что игроки, в общем-то, взаимозаменяемы. И можно переходить с команды в команду. Нет такого, чтобы в каком-то коллективе постоянно играла одна и та же пятерка. Разумеется, это и в топ-коллективах, и в обычных коллективах. Ну что, у нас Левит зацепили. Два стака на нем есть. Скорее всего, Леон отсюда не уходит. Еще три стака. И с руки Чеширский кот просто доковырял у нас Леона. Первый фраг сделан. Первый фраг за командой Power Rangers. Ну, здесь, вроде бы, и обзоры должны загнать, и ворды свои засейвить. Сложная, не такая сложная для Чеширского стала с приходом Шейкера. Забрали фестбат. Все, опять же, для Чеширского кота. Возможно, ранний даггер отсюда и выйдет. На Лехое у нас. Гоняют Массакери. Крепы его зажали и, скорее всего, попытаются застопить. Но здесь Дитя Ра еще умудрился об Коги удариться. Отъехал назад. Так, Дитя Ра. Дитя Ра, в принципе, ничем особо не занимается, не обыкует. Фармит. На втором месте он по фарму. На первом месте у нас Квапа. Квапа запрыгивает у нас к Мираклу. Будет настреливать его. Мидер команды Power Rangers UFO X. Ну, в принципе, в принципе, пока все ровно, не считая фрага внизу. У W33 уже третий левел. Два Мипо. Скоро начнется веселье для команды Power Rangers. Где так сильно она получала Джаггер у нас? Джаггер у нас на топе. Ну, Дитя Ра, в принципе, тут война с крипами. Никто из героев его не касается. И по большому счету по ХП проседать, да и нет смысла. Ну, где-то невольно, я так понимаю, под батареи попадает. Батарея саут. Ну, и разумеется, в Когах тоже стоять неприятно. Санейко умудрился еще четыре крипа застелить. Как вообще возможно? Что за саппорт? Срочно, срочно, срочно гнать СПР. Нет, я шучу, конечно. Санейко явно на уровне. Отыгрывает СПР. Никуда ему деваться не надо. Выход у нас от J4 на мид. Скорее всего, да, уже встречается с обзором. Ну, драки, наверное, не организуются. В принципе, и один не знает, что за спиной у другого, и другой не знает, что за спиной у первого. Тут, в общем-то, быковать нет смысла, потому что можно и одному, и второму подстрять. Короче говоря, так, у нас в это время разобрали, разобрали у нас Клокверка. Ну, 0-2, ПР выходят вперед. По золоту немножко поднялись. Давайте глянем графики. ПР и 1000 по золоту, по экспириенсу более 400. Так, что у нас в чате? Да, это W33, но он не вернулся, играет пока стенды на мипаунде распались. По-моему, еще числа 5 или 6 официально развалилась эта команда. Нет теперь такого коллектива. Сначала от них ушел, ушел, ушел. Кто там ушел, я не помню, кто там. Кто-то серьезно отвалил. Так, у нас, ладно, у нас в любом случае ее Фейкс врывается в СФ, а разваливает его. Ну, и теперь, в общем-то, и мид выигран. По лайнам везде сделали фраги. Нижний топ-лайн, мид-лейн. Теперь, в общем-то, команда ПР на всех позиция должна себя чувствовать получше. Одну секундочку. Кто-то ковырялся в моей доте и что-то сломал. Да, все. Пять минут позади. Давайте глянем графики. 1300 у команды... Преимущество команды Power Rangers. И 1000 по экспириенсу тоже за белорусским коллективом. У Чеширского кота. В общем-то, начальные артефакты имеются. Пока что в даггер не выходил. Ну, тут, собственно, и так комплектация неплохая. Транквилы есть. Есть базилка. Можно поливать, можно сейвиться. Все, что хочешь, можно, в принципе, с таким закупом на первых минутах делать. Массакари у нас. Глимцуют назад. В принципе, есть Кенетик Филд. Дитя Рапа старается настрелять Массакари. Ну, Кенетик Филд Массакари переживает. Ну, и на ЛУХП уходит у нас. В это время Квапу разбирает у нас АСФ. Миркл развалил Квапу. Но это, в принципе, есть вариант. Я думаю, посмотреть у нас. Давайте глянем. Так, Квапа, Квапа. Ну, еще один Койл под ноги. Все, в общем-то, понятно. Загулял он у нас Квапа. Плюс прилетел Рубик. Не вовремя. Теперь я буду наблюдать, видимо, такого Дитя Ра. Даже странно немножко. Ну, с другой стороны, интересно. Бедный Джаггернаут. Там, наверное, голова вращается ужас. Было такое. То постоянно в ульте... В ульте Шторм Спирит. То постоянно... По-моему, в ульте кто-то еще был. Какой-то парень, то ли Шейкер ходил все время заряженный, как будто не фиссуру, а их а слэм дает. Но теперь, собственно, Джаггернаут все время будет в Блэйд Фьюри. Ну, опять же, до поры до времени. Может расчехлиться слегка. Ладно, давайте по лайнам разберемся, у кого что появляется, у Квапы. На данный момент ПТ имеется. Имеется Боттл есть, но у Талисман. У Чеширского Кота 600. Но Чеширский Кот со своего Лайна ушел. Ушел в лес. Фармить себе на Даггер. У Шейкера ничего. У Джаггернаута тем временем Фазы и Базилка. Со стороны команды BBC. У Леви. Ну, что у Леви вообще может быть непонятно. У Мипа. Имеется Пауэр Трэдс. Есть еще 1200. Я думаю, скорее всего, W33 у нас пойдет в Аганим ранний. Не лишено смысла. А потом уже займется Даггером и прочими необходимыми артефактами. У Миракла. В Курице ничего. У Миракла просто ПТ и просто банка. Ну, и у Клокверка на сложной уже имеется Боттл. Есть Стаут Шилд. Тут просто, я так понимаю, разборки пока были бессмысленны. И так, врывается у нас Клокверк. Сразу же моментально разваливается Джейфо. За Чеширским Котом гнаться не стали. Хотя, может быть, и не лишено было это смысла, потому что Чеширский Кот был на лоу ХП. Там, в принципе, удачный один подкоп. Ну, и W33 развалил бы просто с руки у нас Чеширом. В любом случае, кое-как BBC смогли ответить. По золоту 400 отыграли. По графикам изменения небольшие. А вот по опыту Power Rangers потеряли все, что нажитое непосильным трудом. Ну, вот так, собственно, у нас UFOX и разваливают. Один раз селекинез, два койла под ноги. Ну, и на уход дальний. Собственно, Умирал так в первый раз. Я думаю, еще будет подобная ситуация. W33. Что-то уже несет себе. Не что-то несет себя. Point Booster и Ogre Club. Аганим должен быть очень раним. Я думаю, W33 где-то минут 12 понадобится ему на покупку данного артефакта. И тогда, разумеется, поприятнее будет дела для команды BBC. Ну, у Power'ов, в общем-то, так особенно и не найти того, кто бы сильно Mipo Country. И что-то мог бы толком ему рассказывать. Поэтому даже, честно говоря, не знаю. Разве что за счет Бэтрайдера вывозить как можно дальше в лес одного из Mipo Rea и там в четвером раскладывать. Ну, тоже, в принципе, одного схватил, остальные к нему пуфаются и Бэтрайдер просто в щепки рассыпается. Тут не самая простая ситуация. Ну, с другой стороны, Шейкер тоже, в общем-то, на количество персонажей ультом своим подточен. В принципе, можно, можно, можно попробовать. В общем, невывозимых комбинаций точно нет. А Mipo здесь вообще даже не под комбинацию, скорее всего, идет. Вот, просто отличный, ну, как по мне, отличный и очень сложный для того, чтобы против него играть, Mipo Rea. Mipo Rea уже 700 на руках имеется, где, кстати, основной парень. Да, у основного парня все, в общем-то, и по ХП, и по Крипстату, по всему на свете все прекрасно. Первые два места за игроками команды BBC. 72 у W33, у Miraculous 67. На втором месте у нас Дитя Ра, и на третьем, на третьем, точнее, месте Дитя Ра. На четвертом, на четвертом у нас Квапати. Все, Джаггер не крутится, можете не переживать. Все, в общем-то, вполне просто решалось. Так, у Санейка Боттл. Уже неплохо. В 10-ой минуте Боттл насобирал, в общем-то, что Санейка надо. Санейка надо дать фулл раскаст, а дальше делать так, чтобы никто ничего не смог сделать из игроков команды соперника. Меркаль попадает у нас в ульту Джаггера, Фарсира рассыпался. Рассыпается у нас также Квапа, но, в общем-то, мидерами уже разменялись. Массакри, скорее всего, надо гнать его. Почему, собственно, отпустили, непонятно. Но разменялись мидерами. В общем-то, забыл, как зовут Дезратора. Фарсир. У меня уже ВЦ-3 головного мозга случилось. У Джейфо появляется Рсоу Ринг, уже готовый. У Санейка после этого файта появляется Сейдж Маск. Но это, конечно, немного. Так, что у Дезратора? Где Даггер? Даггер вот-вот уже на подходе у Чеширского Кота. Ну, а здесь по ключевым артефактам... Еул. До Еула. До Еула далековато. Сейф, видимо, у нас перед смертью покупал рецепт. Так что до Еула еще собирать и собирать. Детяра отправляется в лес. Детяра уже имеется Мом. Есть Фазы. Есть, в общем-то, Аквила. Ну, начальные файты можно организовывать. Дальше, разумеется, пойдет у нас Детяра, я думаю, в демочную какую-то комплектацию. По типу Айов Скади и Сэнджин Яша. Ну, что-то, я думаю, в данном роде мы увидим с вами. Леви оставили фармить, что примечательно. W33 у нас по лесам бомжует, а Леви стоит и как король. Абсолютно спокойно, абсолютно одинок стоит. Нафармливает здесь крипов. Зачем ПР это сделали? И почему не гнобят у нас Леви на линии? Ведь вполне возможно. Плюс фраг заработать на ровном месте можно. Неплохой на линии. Ну, в любом случае, у Чеширского Кота уже имеется даггер под смоком. Команда Power Rangers отправляется во вражеский лес. Здесь есть один W33. Я говорю один, в смысле, в единственном числе мипа. Можно попробовать. Хотя решили, я вижу, перегруппироваться и отправиться на мид. Ну, вот, собственно, 12 минут 23 секунды уже есть Агоним. Влетает у нас Чеширский Кот. Под ноги ульта от Дезраптора. И обзор здесь, скорее всего, рассыпается. Ну, и Меркли тоже отсюда уходить не должен. Очень просто. Вообще элементарная математика. Зашли. Ульту заюзали. И дальше из Кенетик Филда вообще никого не выпустили. По-моему, достаточно крутая реализация смока. Смог разменяли сразу на двух персонажей. Саппорт и главное, что забрали мим Меркля. Выходит команда Power Rangers на Рошана. Об этом знает Леви. Прочекали. Да, понимают, что там где-то Чеширский Кот. W33 у нас всех поймал в сетку. Но вроде дерутся. Моментально рассыпается у нас Earth Shaker. Чеширский Кот врывается у нас на Леви. Но нету. Нету лассо. Будут, видимо, по-простому гонять. Чеширский Кот уже келлинг. Впереди Тераро отсюда уходит. В-33, но словит очень сильно сопли тянутся за дитяра. Не уходит отсюда мейн-керри команды Power Rangers. Втроем отдались. Разменялись троих своих героев на одного Клокверка. По итогу файта 1400 порядка капнуло в пользу команды BBC. На графиках, я думаю, мы это с вами увидим чуть-чуть попозже. Сейчас основные баталии вокруг Рошана. Ну, есть эхо-слэм. Нет маны теперь. Джей Фо. Да, просто оставил без маны. Санни Квейв у нас от Квапы. Квапа забирает Леона вместе с Джей Фо. А по факту потеряли Рошана. И Рошан к тому же достается у нас W33. Ну, по-моему, ПР подпровалили слегка. Последние 3-4 минуты. В общем-то, и драться толком нечем было. Команде Power Rangers шейкеров не пустили туда в кучу. 14-ая минута у шейкера и не пахнет даггером. Ну, а Бэтрайдер свое лассо оставил где-то до файта. Ну, здесь у нас Квапу разобрали вместе с Рубиком Миракль. Ну, теперь Миракль, скорее всего, будет попадать. Так, ульта, скорее всего, у нас от Миракля нет. Успела Хаслэмом сбить ульту Мираклю Джей Фо. Массакари закрывает его в Когах. Ну, тут под батареасаутом разваливается. Доминейтинг от Шиширского Кота. Но, что печально, уже четвертый раз умирает у нас Квапа. Мид-герой, который, в общем-то, должен дальше решать. Где-то наравне с Дитя Ра. Где-то на уровне Высоцкого, может, даже и выше. Ну, тут, конечно, по фарму траблы, траблы, траблы. На пятом месте у нас U4X. На первом месте у нас по-прежнему W33. Но в том, что Мипу будет на первом месте при ровных руках, я почему-то даже не сомневался. Увидели у нас на Массакари. Массакари в Чужом Лесу решил побыковать. В Кинетик Филд его закрывают. Под ноги Статик Шторм. Массакари должен, скорее всего, умирать здесь. Хотя ракеты нет. Не добивает у нас Шиширского Кота. Чужирский Кот не теряет свой Стрик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чужирский Кот чуть по тролля не подставился. 34 было. Вот это был бы смешной тролль. Троллинг. Если бы сейчас Крип в лесу доковырял у нас Чужирского Кота. 8-10 по графикам. На первом месте, впереди команда Би-Би-Си выигрывает 2 с лишним тысячи. По экспириенсу более трех в пользу все тех же Балкан-Бирскорлеоны. У Джаггернаута уже имеется Блэйт оф Аллакрити. 850 на руках. В Курице пока ничего. Дитя Ра у нас особенно не фармит. Потому что Лайн как-то он подпушил. Лайн под Т2. Выходить под Т2 и драться смысла, я думаю, Джаггернауту в соло не имеется. 2-3 героя Джаггернаута быстро, очень быстро разбирает. Но Лассо здесь в Леви. Леви рассыпается очень быстро. Под Момом у Джаггера, в принципе, дамаги более чем предостаточно. Тут, в общем-то, вот такой скилл билд. 2-2-5-7-4 плюсика у нас вкачано у Джаггернаута. По дэмэджу не проседает. По хп, в общем-то, тоже всего достаточно. Там, скорее всего, плюсы еще где-то будут подкачиваться. У Ябзора тем временем уже имеется Войд Стоун. Есть Staff of Wizards и Sage Mask. Ну, пошел в Юлу у нас Рубик. Решил по чуть-чуть-почуть насобирать данный артефакт для скорости бега. И еще одних полезных штук. А даггер, скорее всего, у Ябзора появится. Немного попозже. Что у Мипа? У Мипа 8600 на руках. А 8600, точнее, общий Нетворс. И что-то должно бы лететь. Куда ты деваешь деньги, Мипа? А здесь, в принципе, куплены Даггер, Аганим и Пауэртретс. Но это не 8600 точно. Но, в принципе, возможно, возможно, ничего я особенно не пропустил. Но в Курице ничего нет. В Стэше тоже ничего не имеется. Понятное дело, куда еще этим деньгам деваться? У Квапы. У Квапы беда полнейшая. Митрилхаммер в Стэше имеется. Пока до БКБ еще несколько сотен, порядка 600 необходима Квапе. Но то, что 2-4-2 у нас идет в Euphorix, это не самое приятное... Вообще не самое приятное развитие событий для команды Power Rangers. Они вроде бы выигрывают, но так по героям, честно говоря, с W33 пока непонятно, чем драться. 2-0 у нас. Мипа идет. И Мипа становится все больше. Мип становится больше. Сам Мипа становится сильнее. И, разумеется, его друганы ничем не слабее, чем основной. На чуть-чуть совсем. Миракль стоит у нас просто угорает в лесу. Над кем это была насмешка толком непонятно, но... Дело Миракля. Ну, как-то затихла у нас немного игра. Команда Power Rangers в бой не идет. Они уже отхватили один раз. На Рошане, видимо, не хотят повторять. Это неприятную практику. И в пуш никто не направляется. Один несчастный Тауэр Дитяра у нас на топе заковырял. Больше пока что ПРы стесняются переходить реку. Ну, в принципе, Дитяра необходимо вывести какие-то вменяемые артефакты для драк. Потому что рассыпается он под W33, я думаю, мгновенно. С одних пуфов там от Дитяра толком ничего не останется. Успеет ли вообще ульту заюзать. Опять же, держать есть чем. Контроль имеется. Хекс станет Леона. Все это есть. Клок тоже через батареи Ассалт не особенно даст быковать у нас Дитяра. Так, увидели, скорее всего... Нет, Массакри здесь не видят. Массакри в Анвизе. Выходит команда Power Rangers на Т1. Массакри пингуют, но это все бессмысленно. Тауэр 100% будут забирать. А команда BBC, видимо, решила ответить тем же. Леви завардил у нас. Все за Т1 будут, собственно, готовы... Да уже готовы к тому, чтобы забирать Т1 Тауэр по топу. Бэтрайдер здесь. Лассо есть, правда, нет. Файерфлая. Врываться Чеширскому коту смысла немного, но, опять же, есть Вижен. Не знает об этом команда Power Rangers. Хотя, наверное, что-то понимает. Потому что очень палевно отходят у нас игроки команды BBC. Но летит у нас Чеширский кот, и нечего Чеширскому коту делать, в принципе. Никак никого не зацепит. Сильно далеко у нас Power Rangers. Ну, Глимс есть. СФ, а у нас Глимса нули. Промазывает Клокверк. СФ, скорее всего, здесь, кстати, к Шторме и останется. Ульта еще под ноги от J4. Фессура лежит. W33 вступает в бой. Разваливает моментально у нас Дезраптора. Разваливает у нас Квапу. Разваливает у нас Дитя Рам. Ну, 2 в 4. Вот о чем я говорю. Фуловый Мипа стоит. Фуловый. Никто даже не поцарапал нас. Мипа, J4 прилетел. J4 выкупался, насколько. Нет, J4 не выкупался. J4 здесь просто оставался. Ну, все. Тимвайп от BBC. И трипл килл для Мипа. Правда, не был защитен. Ну, понимаете, прекрасно, что три файта, три фрага в файте он сделал. По золоту W33 очень здорово поднялся. 2300 уже на руках. 2500 после этих крипов. Ну, и вообще по золоту команда BBC должна хорошенько подняться. Графики немного попозже, когда обновятся. Посмотрим. Опять же, Тауэр, Т2 будут, скорее всего, забирать. Времени мипарям надо немного. 18-го левела Мипа. Почему, кстати, тебя так мало? Нет, не мало. Мипа у нас более чем достаточно. Мипа уже 5 штук. Все хорошо. Мне показалось, что ульту вкачал всего в 2 у нас мипа плюс агонин. Ну, леви здесь разваливают. Это все пока чем пейеры могут ответить. Опять же, заюзали кучу всего. И Firefly. И все, все, все там ульта. Нет, ульта не была Дезераптора. Ну, короче говоря, всем селом забили у нас Леона. Тоже деньги. 620 заработали по голде на нем. Можно уже, в принципе, обновить. Да, по графикам 6 тысяч в пользу команды BBC. По экспириенсу порядка 7,5 тоже. Балкан Бирскорлеона. Шейкер у нас развалился от Массакари. Просто в соло разнесли Шейкера. Что-то не получилось переключиться. Даже странно. Так, ульта у нас от СФа. Ну и Квапу развалили. Ай-яй-яй. Повнимательнее надо быть. Но тут через Юул, через, в общем-то, телекинез. Квапу разобрали достаточно быстро. СФ, 3,5. До БКБ осталось еще тысячу. У Квапы БКБ имеется. Был ли проюзан? Нет, БКБ у Квапы проюзан не был. Даже как-то странно. Такой долгий рассказ у Рубика и у СФа. И не успела прокликать у нас Квапа почему-то Блэк Кингбар. У Рубика уже 1100. Что у Шейкера? У Шейкера еще долго до Даггера. У Мипо появляется Хекс. Сайт оф Вайс на 22-й минуте. Это все после Аганима. Все это после Даггера. Ну, по-моему, команда ПР по шмоточкам очень сильно проседает. Ну, J4 разваливается. Эхо Слэм толком тут не дадут даже катануть под батарея Саут. Ну, что у нас? Статик Шторм под ноги. W33 стоит. В принципе, не волнует вообще его никак. Статик Шторм. Соник Вейв пошел от U4X. Глимсует назад Мипо. Причем самого больного и рахитичного. Ну, Мипо очень быстро отсюда улетает. Все вообще великолепно. W33 абсолютно спокойно на скиле распугал всю команду Пауэрэнджерс. Тут почему-то, мне кажется, не хочется, конечно, червить. Но мне кажется, что Пауэрэнджерс эту игру должны отдавать и следующую уже как-то менять. Ход своих пиков разбираться вот именно с этим стендином, который наклоняет сейчас всю команду Пауэрэнджерс к земле. J4 опять зацепили. Просто не выходит из Хекса. Да, 4 секунды хватает, чтобы оторвать корове все, что необходимо. Ну и команда BBC у нас уже на хайграунде. Пауэрэм, в принципе, и контрить сейчас всю эту ерунду нечем. Не дают Шейкеру провязать эхо-слэм. Просто не пускают сюда в движуху. Тут по Шейкеру самое время даггер приобрести. U4X не может блинкануться. Стоит у нас в сетке. Сетка нон-стоп. Но здесь, конечно, отличный контур всем попыткам свалить со стороны команды Пауэрэнджерс. Я говорю, конечно, о встроенном эскейпе. У той же Клоппы блинк становится бесполезным. Ну что, забрали у нас одного W33. Точнее, забрали в лосо, конечно. Может быть, получится убить, а может и не получится. Эхо-слэм пошел от Шейкера. Развалили, наконец-то, W33. Массакери под Блэйдмейлом наваливает по спине Дезраптору. Даблкил от Мирекля. Ну, ни одного, ни одного контриж. Второй начинает разваливать. Контриж первого. Там еще толпа огромная. Разбивает лица всей команды Пауэрэнджерс. Пока 3 в 2 разменялись. J4 против Мирекля здесь дерется. J4, скорее всего, приехал. Да, фейтбол в спину. И обзор уже доминейтинг зарабатывает. Ну, и обзора, посмотрите, просто на саппортов команды Пауэрэнджерс. И на саппортов команды Би-Би-Си. У Шейкера 3-8 счет. У Ябзора счет 4-1. У Дезраптора счет 3-2. Но тут еще более-менее. У Леона 2-5. Ну, Шейкер в любом случае оказался тухловатым от команды Пауэрэнджерс. Ничего не удается. Эхо слэма даются уже в каком-то паническом припадке. Потому что просто нет возможности. Три смерти подряд было у Шейкера. Ни разу не удалось закастовать, вкастовать ульту. А здесь, собственно, повторять. Это будут неоднократные игроки команды Би-Би-Си. Если, конечно, игра у нас вообще затянется. Ябзор очень долго. Может, в Контрите героя. Дизейблит есть с чем. Сначала Телекинез. Потом еще к тому же и Юл. Ну, здесь у нас развалился потихонечку Шейкерский код. Правда, где-то как-то на ЛОХП улетает. Улетает из файта. Вроде бы остался жив. 24-16. По Экспириенсу 14 тысяч Би-Би-Си. По золоту 12 с лишним. Один лайн снесли, пока только рейнджевой барак стоит. Ну, у ПР действительно дела на данном моменте плохо. И плохо настолько, что я бы не брался ставить на них даже на какой-нибудь камбэк. Вряд ли тут есть смысл поставить. Просто нечем камбэчить. Вот нет никаких переворотных моментов, которые могли бы быть в игре. Даже если все очень удачно вкастовать. Тут этих мифа 5 штук. Умни слэш практически не дамажит. Ну, по чуть-чуть дамажит там. Ну, это минимум. Выходит у нас после умни слэша Джаггернаут. Ловит хекс и моментально рассыпается у W33. Чем контрить непонятно. Шейкера до сих пор первая ульта. Ворваться Шейкеру возможности нет. До сих пор нет даггера на 27-й минуте. Где его собирать, этот даггер хрен вообще его знает. Ну что, W33 и вместе с ним все ребята отправляются у нас на топ. Ну вот, чеширский кот влетел. Дал лассо. Разултился у нас Миракль. Миракль очень сильно режет дамагу. Дитяра даже не успевает он мне слэш дать. Шейкер вошел. Дал ульту. Да, на лохэп у нас находится W33. W33. Массакри вроде разобрали. Ну, драться по большому счету нечем, неким. Да и смысла нет. Команда Power Rangers пишет ГГ. И действительно ГГ. Игра быстрая, динамичная. W33, по-моему, сделал все необходимое для BBC. Там особенно другие ребята не всплывали. Ну, действительно игрок топ уровня. Как это, в общем-то, и не обсуждаемо. На европейской арене этот румынский парень достаточно давно. По меркам доты. И, естественно, нашумевший никнейм, нашумевший игрок. Если останется в BBC, по-моему, можно играть. Хотя W33, наверное, и помощнее командочку заслуживает. Ну, ладно. Услышимся совсем немного. Нас вообще немного. Да, но услышимся через чуть-чуть. В общем-то, тех, кого немного, если вдруг не лайкнули, не фоллоунули канал, будьте добры, сделайте это и будет вам счастье. Ладно, услышимся через пару минут, пока команды пересоздадут лобби. Можете отходить, но недалеко. Через 120 секунд встречаемся. Субтитры создавал DimaTorzok